Играть на педальной стил-гитаре — это одно удовольствие. Играют на ней, скользя вверх и вниз по струнам стальной планкой и нажимая на педали и коленные рычаги, расположенные внизу. Иными словами, на ней играют обеими руками, обеими ступнями и обеими коленями. Это настоящий перформанс. Педальная стил-гитара имеет уникальный звук и поразительный музыкальный диапазон. Когда мастер делает такую гитару на заказ, он вырезает гриф из твердой древесины. На края грифа наносится клей и приклеивается затейливый орнамент. Когда дизайн с помощью шелковой сетки нанесен и наверх, гриф гитары закончен. Мастер наносит рисунок на самолетный алюминий и вырезает его, чтобы сделать концевую пластину для рамы гитары. Потом эта пластина вынимается из держателя. Мастер припаивает пластину к раме и все полирует до зеркального блеска. Затем он вытачивает так называемые шаги или лады. Эти дырочки в шагах будут использованы для настроечных винтов. Мастер прикрепляет лады как раз над верхней частью грифа, называемой головкой. Это пластина звукоснимателя. Она будет держать звукосниматель, передающий звук в усилитель, а также несколько металлических пальцев. Мастер вытачивает эти пальцы из алюминия на станке и потом собирает вместе. Эти пальцы будут поднимать и опускать высоту звука струн. Мастер ставит все пальцы в прорезь в пластинке звукоснимателя и прочно их привинчивает. И проверяет, как они могут двигаться. Затем к концу каждого с требуемым натяжением прикрепляются струны. Немного смазки, и теперь следующая операция пройдет как по маслу. На специальном режущем станке он вырезает часть гитары, называемую поперечный вал. Затем мастер переходит к нижней части гитары, чтобы создать систему, приводящую пальцы в движение педалями и рычагами. Сюда он привинчивает несколько поперечных валов, по одному, для каждой педали. А к поперечным валам прикрепляет коленчатые рычаги. Мастер присоединяет стальные прутья к дырочкам в пальцах и к коленчатым рычагам. Эта система позволит гитаристу менять натяжение струн прямо во время игры. Это что-то вроде открытой настройки, и именно это придает гитаре и ее характерное звучание. Мастер проверяет, как работает коленный рычаг. Он до нескольких тысяч раз наматывает на картридж покрытую медью проволоку. И делает звукосниматель, передающий звук с гитары на усилитель. Он дарит два обмотанных проволокой картриджа и ставит между ними магнит. Звукосниматель готов. Мастер ставит его в другую прорезь в пластинке звукоснимателя, как раз над пальцами. А теперь с помощью измерительного прибора и нивелира он ставит звукосниматель. Здесь нет места для ошибок. Надо найти точное положение, иначе гитара не зазвучит. На гриф устанавливается 10-12 струн. Некоторые гитары имеют два грифа. И теперь инструмент, которому есть что показать, готов. Субтитры создавал DimaTorzok